Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы покажем... А может, не сегодня... Как реализуется идея клоноводства в других играх. Вот в игре... Битл Джуз... Нет, Ботл Исланд... З... У клана нет рыбала. И нет плюшек, которые открываются при достижении... Определённых уровней... Клана. Так всё запущено в этой игре? Так запущено! Ааааааа... Вот почему я на войну взял... Спящих агентов? Потому что... Потому... Не все же им сидеть в садовом помещении. Пусть пройдутся, воюют. Ля-ля-ля! В войнах побеждают те, кто нападает. А не те, кто обороняется. Ну, в этих войнах, в этой игре. Но так как я нападать не люблю, я вообще не нападаю. Мне это не доставляет удовольствия разрушать чужие базы. Грабить... Убивать... Игра должна приносить удовольствие. Она приносит тем, что можно двигать вот эти острова. Крутить как хочешь. Ммм... Релесть. Строить оборону. И играть в защите. Вот. Все. Все можно творить. Вот. Все. 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 Приносит это мне удовольствие... Уже... Уже... Четкое количество... Двести... С четвертого ноября шестнадцатого года с восемнадцать и тридцать... Тридцать трех. Тридцать... Когда было получено первое личное достижение. Так как оно быстро получается. Оп. Дошел в игру. Личное достижение. Вот. И все. О! О! Сколько он получал. Сразу. Личное достижение. Тик. И где тут эта штучка? Штучка. Дрючка. Дрючка. Штучка. Дрючка. Штучечная. Штучка. 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 Эх. Ф-ф-ф. Штучка. Штучке. Тока. Долка. Толку играем. Ах. Если вы Lynär. Да, в войне не участвую, потому что она нифига не приносит клану, нифига. Только победителем, членом клана, который участвует в войне. У меня для удобства в войне участвуют 10 сержантов. Я назначаю сержанта и в окне выбора командование отражается. Звание. Поэтому по званию выбираем. Это было в предыдущем видео. Так проще. А то в окне выбора команды войны, начало войны, не отображается уровень игрока. Идут акции, и идут танкист, протек. Это ничего не отражается. И когда последний раз был, тоже не отражается. Так что слепой выбираешь, если не отметишь предварительно ошибками сержантскими того, кого хочешь послать на войну. Вот. Надо мной еще издеваются, разрабы. Сволочи. О. Видите, последний раз был активе. Должно быть написано активен. Два часа назад, тридцать минут назад. А это не помещается. Я у них у паразитов попросил. Увеличьте шрифт. Они увеличили. Придурки. Кот у них. Прошу. Верните, как было. Идиоты. Ни хрена. Они ни по-английски не понимают, ни по-русски не понимают. Потом сказали, отписались, что... Я вспомнил, вы уже говорили об этой проблеме. Что это можно говорить? Когда вы решите эту проблему, идиоты, придурки. Козлы. Вот. Последний раз активе. Была активе. И ни хрена. Ни хрена не добиться. Это они санкции такие против меня были. Идиоты. Это заговор против России и меня. Это заговор против меня и Франции. Я спасу тебя, Франция. Как говорил муж Констанции Бонасье. Галантеринщик. Три мушкетера. Ни фига не приносит эта война. Вот она запустилась. И чего тут у нас? О, чего тут у нас? О-о-о-о. Казалось бы, грозная сила. Здесь у нас спящие члены клана. Спящие. Так, вам канон на ноль. Уй, тю-тю. Они нас разобьют. Не нас. Их. Пусть, пусть бьют. Я их не заставляю идти на войну. Они сами. Сами записались к нам в клан. Никто их на веревки не тянул. Технофорс. Хайкну. Джейя. Вот так вот. Ладно. Так, растихвостят наших членов клана. И все. И все. Растихвостят наших членов клан. Похороны за счет клана. Были бы. Если в клан, в казну клана сдавались припасы, золото и т.д. и т.п. Но ничего не сдается. Так что, похорону за свой счет. Ничего не делается. Ничего здесь для клана не делается в этой игре. Это надо. Клановые войны и победа в клановой войне никак не влияет на рейтинг клана. Это надо так. Додуматься до такого. А прорезь тоже никак не влияет. Как такое может быть, я не знаю. Я не знаю. Что это такое, вообще не знаю. Не знаю. Как может так? Игрушки делать. Одно только хорошо. Да, конечно, они умные разработчики. Они просто сволочи и все. Поэтому сбиваются надавна. Вот. Последний раз был активе. Это я, значит, сейчас не активен уже. Я уже вышел куда-то. Тяжелый гребень куда-то вышел. Вот только красненький его видно. И еще это самое сейчас активнее. Вот это помещается. Вот таким мелким шлистом все было. Можно же вот так вот. Это я просто вредничал. Уписал. Увеличьте шрифт. И сверди. Ну вот они и увеличили. И намного, казалось бы, увеличили. А все сдобняли. Ой, не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Как можно так работать? Не знаю. Спустя рукава. Вот у нас всегда рукава. О, какие. Вот это. Вот. Кстати. Кстати, о плюшках. Вот о плюшках. О плюшке. О плюшке, о плюшке. Ну, сейчас о плюшках и поговорим. Конкретно. О клановых плюшках. Да, о клановых. Надо беречь. Бумагу. Писать не альянс, а клан. Так, короче. Леса надо беречь. Беречь. Леса. Тропические. То вырубают. То вырубают. Тропические леса. Это ужас. Так что. Разработчики. Боттл Висланс. Не самые страшные люди на земле. Это можно пережить. Это вот. Последний раз в Халактиве. Самые страшные те, кто вырубает леса. Лёгкие планеты. Ах. Мы скоро задохнёмся. Все задохнёмся от того, что... Лес вырубают. Празиты. Вот с кем надо бороться. Они с разработчиками игры. Вот выяснят. Даже если они американцы. Или, дай бог, британцы. Горбежские. Защитим тропические леса Сибири. Вырубим лесорубов. Это была шутка. Потому что сами-то лесорубы не очень виноваты. Те, кто конкретно сами рубят. А те, кто им платит за то, что они рубят. Вот их надо сажать в дюрьму. Нет, их нужно заставлять высаживать деревья. Вырубил одно, посади десять. Вот так вот надо снимать. А как еще? Они же нас убивают. Нас убивают курильщики и те, кто вырубает лес. Вот и все. Вот и все. Все. Да и надо признать, курильщиков наркоманы официально. Куришь наркоман, у них же и ломка, они же начинают нервничать. Нервничают, кидаются на людей, когда не дают закурить. Это же больные люди, это же тяжело больные хроники, понимаешь? Опасные для окружающих. И не только, чтоб дыхают кислород, а выдохнуть норовят. Всякую гадость. А еще и просто они психи ненормальные, когда не курят. У них мозг требует никотин. Капли никотина убивают лошадь, а им хоть бы, как лошади курят, понимаешь? И ни хрена! Ничего их не берет паразитов. Берет, если долго курят и резко бросают. Вот это тогда возьмет их. Ой, возьмет их тогда за жабры. Вот. Да. Так. Скоро три лимончика. Чем вы богаче, тем больше желающих вас ограбить. Да. Кто бы мог подумать. Чем богаче, тем больше нападений на вашу драгоценную базу. Да. На вас нападают. Вы строите новые войска, радуетесь, что повышается уровень, который ни на что не влияет. Да, кстати, уровень тут тоже ни на что не влияет. Как и результаты войны клановой. Такая удивительная игра. Уровень здесь только на понты. На понты, понимаешь? Влияет. Понты сразу. Вот я такой. 737 уровня, понимаешь? Старец, понимаешь? Здесь в бороде седой. Сижу тут, а вы тут молокососы. 5-го уровня, 17-го, 41-го, понимаешь? Будете меня учить жить, понимаешь? Не учите меня жить, лучше помогите материально. Вот так. Банты такие. О, сразу банты. И все у них нобы. Вот, все, 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 все. Вот. Все время наезжают. Почему у вас прокачаны заборчики, а мы на 105-м уровне ни хрена еще не прокачали? Потому что строительство заборчиков не влияет на уровень. Присмотритесь, идиоты. Не влияет на уровень прокачка. Вот это вот. Вот это сраная прокачка. Вот это не влияет ни хрена на уровень. Вот это вот не влияет на уровень вашей базы. Прокачка защитных сооружений. Влияет сбор провизии, которая опускается на парашютиках каждые 5-7 минут. Нет, 2. 2-7. Вообще-то 6-7-то. И 2-7-то. Но, как только собрали, как только нашли на карте плавающий. Зелененький. Зелененький. Маленький зелененький хрустит и не деньги. Маленький зелененький чемоданчик. Вот это не чемоданчик. Это милорец Марии Медичи. Это не сундук, а маленький зелененький ящичек. Вот она опускается. Опускается на парашюти. Вдох. А может на 3-х парашютах. На 3-х маленьких парашютиках. Убегаем по всей карте. Ищем его, ищем, и находим. 9 золотых. И кладем в кубочку. 9 золотых. Нет, не 9 золотых. 9 золотых слитков. Да, ладно. Сейчас покажем плюшки. Кладем их. Если получится. Вот. Игрушка. Отечественного производства внесла вам. Кручить награды. Кручить награды. Кручить награды. Кручить награды. Что это такое? Оооо. У нас же гуманисты. Мы в бой не ходим. А это не надо. Так, чего там у нас еще? Еще там есть черный. Вкусненькая. Даже сулитные линии не прошли. И ничего. Такие они. Дауншифтеры. В Америке 30 процентов. А вроде бы 35. В Европе 20. В Австралии 15. Дауншифтеры. Нет. Нет, к даунам это отношение не имеет. Это люди, которые живут на низкой передаче, коробкой передаче в автомобиле. Они не гоняются за мнимыми ценностями. Они живут в соответствии со своими желаниями, целями, хобби. Они превращают свою жизнь в хобби. То, что нравится им делать, то и делают. То, что хотят иметь, то и имеют. И они достаточно обеспеченные люди. А то Греб заявил на экономическом форуме как-то. И на этом. А на прошлом, позапрошлом. В России дауншифтер. Вот Стерлигов, например. Жутко богатый предприниматель. Уехал в деревню. Купил дом. И живет в своем удовольствии. Собирает растительные травы. Хозяйство ведет. Вот это дауншифтер. Это обеспеченные люди, например. Уезжают на экзотический остров. Работают через интернет. А может вообще. Кокосы собирают. Живут в шалаше. С мулаткой какой-нибудь. Симпатичной. Стругают детей, понимаете. И не думают о том, что нужно Ягуар купить. И особняк. За 50 миллионов. Итак. Показываем. Плюшки клановые. Клановые плюшки. Вот они, плюшки. Вот он уровень клана. О, 33-й. Да, 33-й. Вот так вот. 33-й уровень клана. Вот. На первом уровне что-то. Герой получает дополнительный опыт. В сражении. Прибавка составляет 5%. О-о-о-о. Итак. Боевая тренировка. Мастерство героев. На 31-м уровне. Развитие клана. Все герои получают дополнительно 1 очко мастерства. Суммарная прибавка к очкам мастерства от уровня клана составляет 10. Вот так вот. Добыча клана. При победе в клановом бою клан получает 5000 ресурсов для своего развития. Количество игроков в клане увеличивается на 1. Суммарная прибавка к количеству игроков в клане от уровня клана составляет 16. Вот видите? Вот это плюшки. Вот это клановые войны. Вот это, понимаешь, уровень игры. Игры. А все почему? Потому что это российские разработчики. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это как его? Праймволт. Игрушка. Игрушка. Праймволт. Между прочим, есть тоже на стиме, как и Битл Джуз. Ну, не Битл Джуз, но Ботлэйс Ланс. Какая разница. Вот стабильный доход. Дом клана ежедневно производит ресурсы для замка. Вот, производительный ресурс выбирается случайным образом из 1300 мяса, 1300 грибов, понимаешь, и 1300 каучука. Или один кристалл. Да, а сейчас мне 50 кристаллов подарили просто так. Так, и сколько всего уровней? О-о-о-о, много. Улучшайте ваш клан, чтобы увидеть дополнительные уровни клана. Вот так вот, 36 тысяч получите ресурсов при победе в клановом бою. А в игре Ботлэйс Ланс, не русской игре, Фига большая. Клан ничего не получает от победы клана в клановом бою. Вот такая несправедливость. Развитие клана, видите, видите, развитие клана. Так, развитие клана. Развитие клана. Вот, можете вставать сюда. Развитие клана, сдать ресурсы. Можете вот так, оп, 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 и сдать ресурсы, например. А можете вставать. Вот игрок. Карина Резникова. Уложила в развитие клана. О-о-о-о-о. Вот такая Кариночка Резникова. Хорошая девочка. Целуем ее в макушечку. Заведом. 212 868 ресурсов. Игрок Adorlex вложил 460 тысяч ресурсов. Это одномонентно. Игрок Карина Резникова вложила Пупсик. 116 546 ресурсов. 116 тысяч. А мы такие нехорошие. Мы не вложили ничего. Нет, мы раньше вкладываем. Мы все на развитие клана кидали. Зато он так вырос у нас. До 33 уровня. Так, все на развитие клана. А теперь мы решили все-таки чуть-чуть прокачать хотя бы. Хотя бы чуть-чуть. прокачать свою базу. О, не хватает ресурсов. Это мясо у нас? шелк. А мы подумали, мясо на косточке. Мы, наверное, проголодались. Это каучук. А это белый гриб. его можно есть сырым, как сыроежку. Если что. Если совсем проголодались. Если там червяков нет. С червяками как-то не очень. Они любят боровики и белые грибы. червячки. И сыроежки тоже любят. Червички кушать. Сыроежки тоже любят. А лисички не любят. Почему-то. Да. Лучше не ешьте сыры и грибы. Потому что это я знаю, какие можно есть. А какие не все. Вы поганку какую-нибудь найдете. Как это? Ложный белый. У него сеточка такая красная. На ножке. Сеточка. А все ножки сеточка. Слопаете такой и все. Главное в лесу помощи-то не дождаться. Вот этот самый-то грибочек съели и все. А мобильных не берет. Кто его знает. Не. Это если вы знаете все о грибах. о грибах. можете. Или умные очень. Шпиль безмолвия увеличивает характеристики всех ваших героев, а также уменьшает стоимость найма для героев кроли-убийца. Хитрость полтора плюс более плюс полтора. А там вот видели? Видели? Вот в клане там чуть ли не плюс 10 очков просто так добавляется герою за то, что ты член клана тридцать третьего уровня. Жуть. Мастерство героев. Все герои получают дополнительно одно очко мастерства. Суммарная прибавка к очкам мастерства от уровня клана составляет 12. Ужас. А это полторы тысячи приносит дом клана. Просто вам приносит. Все здесь. Банк клана есть. А вот высун. Ничего не. Ничего не. Ветите какие штучки? Вот. Вот. Можно. Если вам не надо, делитесь с окружающими всякими прибамбасиками. За заявки в клан. Тик. Вот так вот. Награды за уровень клана. А вот высун. Ничего такого нет. Твич. 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 Вот так вот. А тоже Барзо, понимаешь? Ля-ля-ля. Это, правда, другой класс игры. Это типа вашей любимой Доты. Два. Вот она, Дота. Отдельный класс игр. Они даже как-то называются. По-научному. Моба. О! Моба. Большими буквами. Моба. Жанр игр, таких как Дота. Два. Да. Вот такая симпатичная игрушка. А главное, вот такие плюшки. И уровень клана. Можно развиваться как-то. Тра-ля-ля. Получать плюшки. За то, что ты член клана. Сдавать ресурсы на развитие клана. Увеличивать его уровень. Вот так реализовано здесь все. Потому что люди думают когда. Головой иногда. Это полезно. Это же полезно. Вот белорусы тоже подтянулись со своим World of Tanks. Тоже придумали там плюшки. Открываются. Развитие снабжения. Вот сейчас посмотрим. Как там это реализовано. Вот в таком разрезе, понимаешь? Понимаешь? Так, в разрезе. Вот. Белорусы. И ничего. Стойкий АС-1. Какая у него пашенка. Крепкая броня корпуса. И отличная скорострельность. Готов к бою. И ждет твоих приказов. Принимай команды. И опробуй танк. Кель. Нет, спасибо. Не надо. Мы за бесплатные игры не платим. Понимаешь? Пусть их богатенькие спонсируют. Нас никто не спонсирует. Так. Погуляйся. Не себе. Так. Погулять пошли. Вот. Здесь. Господи. Аватар. Дикий нрав. Нет, нам это не нравится всё. Не нравится. Мы аватары не используем. Ещё не используем бустеры. Это не спортивно. Бустер. Слот в ангаре. Вот хорошая вещь. А-а-а-а. Хорошая же вещь. Слот в ангаре. Место. Присторечие. Три лучших дня недели. За 75 рублей. Чё-то купить можно. А, это это. Три. Три дня, наверное, премиум аккаунта. Выседка в Нормандии. Судя по всему. Нормандия, Неман. Треша-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Американцы в конце войны решили открыть второй фронт. После того, как русские всех уже фашистов перебили Американцы с англичанами вдруг опомнились И высадились в Нормандии Чтобы отхапать львиную долю Немецкой земли И поделить Германию на четыре части Русскую, английскую, американскую и французскую Почему-то Причем тут французы? Их немцы обошли И те сразу удались Когда немцы вошли в Париж И они считаются победителями Непонятно почему Ну ладно Ну теперь Германия опять единая И она угрожает, понимаешь России, понимаешь, угрожает Украина заявляет Это их территория Меркель заявляет Чистая земля немецкая Совсем дурели Ну ладно Это уже не первый раз Опять им наваляют И англсаксом И немцем Французом Если сунуться Это По-любому Смерть Для них Они же все каждый раз Претендуют на Абсолютную Власть На земле Понимаешь Придурки Они же через одного Гитлера, понимаешь Наполеоны Трампа Все через одного Карла 12 И все лезут Лезут Шведы Там Французы Немцы Американцы Все Все хотят Чтоб им наваляли И каждый раз Россия должна Им навалять Задолбали Уже Казую Ну ладно Кстати о пазлах В чем мы остановились На том, что В отличие от других игр В игре Вот Лис Ланс Не учитывается Победа В клановом В бою Результаты Не учитываются И на что Не влияют Кроме дохода Членов Победившего Клана На рейтинг Клана Не оказывает Никакого Влияния Уровень Клана Не повышается Ресурсы В клановое Здание Сдавать Невозможно Клюшки Клюшки Не открываются Для членов Клана В зависимости От уровня Клана Прокачки А здесь У белорусов Прокачивается Чего там Прокачивается Чего там Прокачивается Прокачивается А Уровень Снабжения Вот он Вот 5,29% И следовательно Это исследуется Третий уровень Бойцы Вносят Свою лепту Что там С лептой Сноши Сноши Я на мой шайт. Сергей Ухман Сергею Ухману объявляется благодарность. Та-та-та-та-та-та-та-та! Внес наибольший вклад в развитие уровня снабжения клана. Всякие здесь уровни. можно прокачивать, прокачивать до десятого уровня снабжения. Такая прелесть. Ещё там личные есть. Скидка на снаряжение форсаж минус 5%. Клановый тоже есть. Вот так вот. Вот такая штучка. Надо как-то подумать разработчикам. Что такое сделать? А, никто, наверное, не играет в этот игрок. Никто денежки не вкладывает. Обновление очень редко. Вот высунут. Ещё читы не замученные. А античит, наверное, много денежек стоит. А у них нет денежек. Читеры, хакеры всякие. Господи. Но мы ни на кого не нападаем. Нас это не волнует. Хакерство, читерство. Бот высунутся. Бустеры мы не используем. Нам это неинтересно. Вот такой симпатичный танк. Под названием Марадёж. Марадёж, Марадёж. Ой. Я... Ну ладно. Ну ладно. Надо уже прощаться. Прогреть базу. Вот высунут. Он потом прощается. Вот именно. А также. Парашютик как раз спускается. Один парашютик. Это когда картинка с яйцами опускалась во время пасхальной недели. Тогда было три парашютика. Наверное, тяжёлая очень была картинка с яйцами. Кролика в прошлую Пасху мы купили. Ёлку в Новый Год и оленя и снеговика снеговика в прошлый год в позапрошлый. Потом он исчез. Потом писал жаловался разработчикам. Они обещали вернуть его и вернули на Новый Год. Вот, который был. 45 сема. Опять Новый Год. Ужас. Сегодня уже была эта самая как её. Сегодня уже была. 9 золотых слипов уже мы собирали. Сегодня. на парашютике спустились и подавали. Сейчас чё-то не хочет больше. а почему он хочет и без. так. Вот. На этой оптимистической ноги попрощался. попрощался. Возьми. Если что. Нет, не на базу, чтоб грабить её, а на канал. Если делать больше нечего, то смотрите здесь видео Я не рекомендую, но ещё парашютик, бух, о, я видел это, на этой оптимистической ноте, поскольку откладится. Субтитры делал DimaTorzok